Ребята, всем привет! С вами программа Поставь мне лайк! Сегодня мы приехали в школу Станицы Исправны. У нас очень интересные гости. Давайте знакомиться! Ребята, мне сказали, что в актовом зале меня кто-то ожидает. А по-моему, вот и наша героиня. Привет! Привет! Ты Лиля, да? Да! Очень приятно, меня зовут Керам. Это что? Это мои работы. Я закончила художественную школу с красным дипломом. Эта работа была у меня дипломная, которую я представляла на защите и на главном экзамене. Я очень люблю рисовать в стиле масла на холсте. Также я умею рисовать акварелью и карандашом. Больше всего я люблю рисовать пейзажи. Мне нравится изображать природную красоту. Это действительно твои картины? Я-то думал, это распечатка, в смысле компьютерная графика. Нет, вот эта картина красива очень. Нет. А вот эта, я думал, уже распечатка. Это реально ты так красиво рисуешь? Да, вот на эту картину у меня очень много времени ушло, потому что надо было нарисовать очень мелкие домики сзади. И в карандаше. Да, это было достаточно сложно. Особенно с перспективой гор и с тенями поработать. Супер, супер. Просто шикарно. А это что-то японское? Это картина, у нее было название «Цветение сакуры». Тут изображено весеннее «Цветение» в Японии. Я чуть прослушал, я был впечатлен твоими картинами. Ты занимаешься художественной школой, так? Да. У тебя дипломные работы. И как у тебя успехи? Я смотрю, вы очень красивые и может уже какие-то выставки? Да, я закончила в прошлом году экстерном. А, вы закончили? Да. Чтобы подготовиться, освободить полностью 11 класс для подготовки к экзаменам. Так. Вот. И художественно? И художественно ты занимаешься по сей день? Я так понял? Время от времени. Для меня это как хобби, чтобы расслабиться, успокоиться. Я иногда сажусь, накидываю пару набросочков, потом раскрашиваю их. Иногда могу работать в электронном виде, рисовать тоже. Вот. Электронную работу я выставляю в свой канал. У меня есть уже достаточное количество подписчиков на нем. Вот. А если поподробнее, вот когда начала рисовать, из-за чего, не знаю, чем тебя привлекает, не знаю, рисование? Рисовать, наверное, любовь к рисованию у меня появилась, когда меня родители отдали в детский сад. И у нас была очень хорошая воспитательница, которая постоянно нам рисовала всяких принцесс. И мне очень понравилось, как она их изображает. И я попросила ее меня научить. И после этого меня очень сильно увлекло это. И с каждой свободной минутой я проводила за рисованием. Это заметила моя мама и отдала меня в художественную школу. А со скольки лет рисуешь? Вот в три года начали мои первые начинания в рисунках. А вот если серьезно, то начала с восьмого класса заниматься рисованием с профессиональными преподавателями. Просто бесподобно. Давай поподробнее сядем где-нибудь и по порядочку. Часто рисую в подарок еще своим родственникам картины разные. Например, моей бабушке на день рождения нарисовала ее портрет. Ну, чаще всего меня привлекают еще и разные направления творческих начинаний. Например, в садике. Вот когда я была в садике, меня отдали на спортивно-бальные танцы. Я танцевала как в сольном, так и в коллективе. Получается, ездила на разные конкурсы. Там за мои достижения мне вручали разные грамоты и медали. Также я люблю вышивать, вязать. Вязанием я занималась, наверное, два года. Сшила куклу, связала куклу с одеждой. Шарфы вязала маме на подарок. Под кружки, подставки тоже вязала как на подарок. Но потом перестала заниматься так активно, потому что появились новые увлечения. И с недавних пор я начала увлекаться бисероплетением еще. Я в свободное время, чтобы успокоиться или как-нибудь развить моторику рук, смотрю видеоуроки, как правильно вязать, плести из бисера. И уже есть некоторые плоды этого обучения. И я их обычно раздариваю своим друзьям. Некоторые сохранились у меня дома. Но ты молодец, у тебя увлечение, твоя жизнь. Это рукоделие, я так понял, да, тебя к этому тянет? Да, меня очень тянет что-то связанное с искусством, чтобы сидеть, что-то создавать. На самом деле, если бы деньги не имели значения, я бы очень хотела шить куклы, создавать всякие кружки, лепить что-то. Я часто вижу, как люди делают разные поделки интересные, какие-либо брелки, какие-либо костюмы шьют. И мне бы тоже хотелось участвовать в этой деятельности. Но также я, помимо рукоделия, я еще очень люблю химию-биологию. И вот после того, как я поняла то, что мне нравятся именно эти два предмета, помимо моих увлечений, я решила, что я хочу стать медиком и помогать людям. У тебя хоть чуть-чуть свободного времени есть чем ты занимаешься? Да. Если есть свободное время, не знаю, личная жизнь, может, у тебя какая-то? Да, конечно. Я часто хожу со своей подругой. А, есть личная жизнь, да, когда у тебя есть висер, когда есть все, что видно на заднем фоне. Еще я очень люблю смотреть разные фильмы. Ну, в основном, это как художественное большее. Чаще всего смотрю что-то историческое, что-то, что связано... Ну, было давно снято. Мне нравится сама атмосфера, как это, например, было снято. Один из них — это «Вечера на охуторе и близдиканьке». Это было снято по произведению Гоголя. Меня очень цепляют фантастические произведения, и детективы мне тоже очень нравятся. Давай, давай, все рассказывай, детективы. Фэнтези что? Фэнтези, Гарри Поттер? Да, кстати, вот Гарри Поттера я никогда не смотрела, не читала, наверное, до лет 14. Но потом мне стало интересно, почему же все так отзываются о нем прям хорошо, но при этом до этого я решила почитать в... Книгу. Да, книгу саму. И вот книга, если честно, мне нравится намного больше, чем отснятый фильм, потому что там... Да, я тоже хотел сказать, книга намного интереснее, нежели фильм, просто потому что завораживает больше, не знаю почему. Да, и там намного больше деталей, и мне кажется, даже в письменном виде эмоции переданы намного лучше, чем на экране. Давай обсуждать все сразу. Тебе нравится, я так понял, шить, вышивать, рисовать, бисероплетение, бисероплестика, короче, ты не пробовала это все продавать, может, намного больше состояния? По поводу продажи, на самом деле задумывалась, но... Сейчас номер карты выйдет, поэтому обращать мне еще. Это достаточно кропотливая работа, потому что нужно маркировать товар, чтобы его представить на рынок или людям. Есть еще определенные наценки, и чтобы продавать что-то, надо прям углубиться туда. Но продажи я особо не интересуюсь, это, скорее всего, как просто для души. Если кому-то нравится, я, наверное, больше подарю. Потому что мне нравится, когда люди улыбаются, когда им приятно от подарка, и их эмоции прям такие наполняющие, жизнерадостные, мне прям очень нравится. В этом есть своя изюминка, просто потому что ты делаешь человеку приятно, своими... Подарками. Да, своими силами, своими... На самом деле... Наконец-то нормальный звонок. Ты, надеюсь, кем-то мечтаешь стать, по-моему, ты говорила доктором. Да, я очень хочу стать врачом-эндокринологом. Эндокринолог — это врач, который отвечает и изучает всю эндокринную систему. Это железы внутренней секреции, например, как щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочечники — это всё железы внутренней секреции. И обычно от них зависит очень многое в нашем организме, потому что каждый гормон отвечает за определённую работу органа. Если не хватает йода, то организм полностью перестраивается и возникает, например, базедова болезнь. Да, вы знали? Йод, если там что-то делает, возникает какая-то болезнь. Вот, видите? Простыми словами, это всё, что связано с внутренней системой человека. Да, внутренней системой человека. И ты в каком классе? В 11-м классе. В 11-м классе ты создаёшь химиобиологию? В 11-м году я ещё заранее определилась. В классе 9-м я думала уйти после 9-го класса, поступить на медика в медицинский колледж. Сдавала химиобиологию, сдала всё на пятёрке, в СИУГ. Но я решила, что я хочу стать именно доктором, а не медсестрой. И я почитала, что мне удобнее и выгоднее после 11-го пойти в медицинский институт. Во-первых, я проучусь намного меньше, чем пойду в медколледж и переведусь. И я уже сразу получу знания, а не корочку, которую дают в колледже. То есть ты уже определилась с университетом? Ну, с университетом у меня на примете три города, в которых я бы хотела поступить. Это Ставрополь, Краснодар и Астрахань. Я уверен, у тебя всё слишком хорошее получится, нежели я думаю сейчас на самом деле. Ты не хочешь связать работу вместе с увлечениями вместе? Я вот над этим думала. Раньше, наверное, в классе 7-8, я как раз-таки думала поступить на дизайнера. Но потом, изучив все тонкости этой профессии и расставив все приоритеты, я поняла то, что я не смогу работать в этой профессии, потому что хобби есть хобби. А профессия есть профессия, и я их разделяю. Потому что если для меня так, если я связываю свою профессию со своим хобби, то я чаще всего выгораю, и это мне не приносит особого удовольствия. И по итогу мне это наскучивает. И я решила, что я буду заниматься тем, чем я хочу, а свои увлечения, они так и останутся моими увлечениями. Это очень хороший выбор, просто потому что заниматься тем, что тебе нравится, это всегда правильно. Мы в очень светлом, красивом актовом зале. Давай про школу поговорим. Как вообще учишься? Я учусь на «Отлично». Я претендую на красный диплом и золотую медаль. Но еще пока неизвестно, но я очень стараюсь, чтобы показать то, что я могу, это добиться своей цели. У меня была цель, на самом деле, идя в 11 класс. Я хотела получить красный аттестат. Ну, это как была цель и доказательство того, что я могу. Я могу ставить цели и добиваться их. В этой школе мне очень нравится, если честно. Все учителя очень душевные, потому что объясняют очень хорошо материал. Вот тему, которую ты бы, например, не понял, они несколько раз переспросят у всего класса и несколько раз объясняют так, чтобы было понятно всем. Я перебью, передаю привет. Передаю привет нашим учителям. Очень хорошие люди. Спасибо вам большое за то, что вы вложили в нас, за наши... На 11 учения. Да, спасибо вам огромное. А вот про любимые предметы, можешь что-то рассказать? Моими любимыми предметами являются химия и биология. Ну, я даже не могу их разделить, потому что и тот, и тот предмет мне нравится одинаково. Потому что есть люди, которым больше, например, нравится биология, а есть люди, которым больше нравится химия, а мне нравится и то, и другое. У нас очень прекрасный учитель по этим предметам, очень интересно объясняет. У нас также оформлен хорошо кабинет биологии и химии. И чем они тебя привлекают? Может, биология своя, я не знаю. Мне нравится узнавать о строении живого мира. То есть, как он устроен, как зарождалась жизнь, из чего состоит наше тело, существо, как работает всё на этой планете. Ну да, всё же это организм. А вот химия? Химия? Ну вот химия, я не знаю. Просто в душе лежит. Да, вот мне очень нравится решать различные задачи. И если сравнивать, наверное, органическую и неорганическую химию, мне нравится, наверное, больше органическая химия. Потому что для меня там, наверное, чуть-чуть попроще с распределением алканов, алкенов, алкадиенов. Для меня это легче, чем неорганика, наверное, да. Но даже если так, и то, и то, я хорошо усваиваю материал и тот, и другой. Да, очень заметно. Что ещё расскажешь про школу, насчёт любимого, что тебе больше всего здесь нравится? Может, что лого, физкультура, не знаю, школа очень хорошо оборудована. Можешь что-то рассказать интересное? У нас очень хорошо оборудован кабинет движения первых. У нас завезли туда новую технику. И мы часто на внеурочных деятельностей прибегаем к этому кабинету. У нас там есть 3D-принтер. И мы составляем программы, определённые формы программ предметов. И потом уже поэтапно печатаем. Но на самом деле настроить принтер достаточно долго занимает времени. И вот пока настраивается принтер, у нас также есть разные дроны. У нас же есть также школьный телефон движения первых. Можно попробовать... На самом деле там очень много чего можно попробовать. Можно попробовать себя фотографом. Можно попробовать себя кинематографом. Кинематографом. В кинематографии. Да. У нас есть... Вот как для тебя, вот как для разностороннего человека, у которого очень много увлечений, для тебя это очень даже нужная вещь. Это очень интересно. Да. Ты состоишь, да, в движении первых? Да, я состою в движении первых. Может, есть какие-то увлечения, может, успехи в этих увлечениях? В движении первых я участвовала еще в живой классике, а движение первых, оно тоже как считается. Стихи читал? Ну, как рассказа наизусть. Это, получается, школьный этап выиграла, потом между школ и поехала в Черкесск на районный. На республиканский вот. Молодец. Мне очень понравилось. Это тоже опыт по-любому. Да, это прям такой, как период, ну, как не период, испытание, где ты можешь как-то открыть себя, потому что выступая перед большим количеством людей, надо уметь держать себя в руках, надо уметь правильно построить свою речь. Вот, жюри были... В восторге, я уверен. Ну, да, вот были очень много талантливых детей. Читали очень хорошо, и мне очень все понравилось. Молодец. А вот как дома относятся к твоему лечению? Может, родители говорят, успокойся уже, ты там... Нет, наоборот, у меня родители всегда меня поддерживают. Постоянно. Что бы я ни начинала, моя мама всегда с папой прикладывают к этому руку, чтобы я пошла дальше. У меня был момент, когда я очень хотела заниматься борьбой. Да, меня дали на борьбу. Вольной, в смысле? Рукопашные бои. Ага. Вот. И, наверное, проходила туда год. Мне купили перчатки и все приспособления. Но в итоге я перестала туда ходить из-за того, что мне как-то не лежит к этому. Я научилась базовым навыкам поставить за себя, просто впоследствии это заняло слишком большую нагрузку на мой организм. У тебя, я так понял, очень в разные периоды твоего возраста по-разному ты относишься к своему лечению. Да, и вот, кстати, про танцы. Вот ты упомянул это раньше. Ну, как балет. Балет я всегда хотела попробовать, но так получилось, что у нас не преподавался он. Ну, это достаточно сложный вид спорта. И вот если уходить в балет, надо уходить туда полностью. Я часто смотрела видеоролики людей, которые занимаются балетом, и это очень большой труд. И вот про танцы я пробовала себя в разных направлениях и стилях танцев. Например, как спортивные танцы по типу хип-хопа, так и бальные танцы по типу вальса, ча-ча-ча. Вот. Это был достаточно интересный опыт, но эти увлечения также быстро переходили в другие. Потому что мне кажется, я люблю, мне хочется попробовать все. Безусловно. А вот сейчас, может, просто пять вещей, пять тех увлечений, которыми ты решила бы заниматься на данный момент, которые тебе нравятся? Если бы было очень много времени, наверное, это детская мечта. Я все время хотела кататься на коньках. Мне очень нравились, часто оставалось вечером с родителями смотреть телевизор. И там были программы по тому, как катаются люди на коньках. И мне очень нравилось, и я очень хотела попробовать себя в этом спорте. Вот. И сейчас бы очень хотелось. Но так получается, что экзамены на носу, и времени все меньше и меньше. Ну да. И очень бы хотелось научиться играть на всяких, например, на гитаре, на фортепиано, да. У моей бабушки есть фортепиано дома. И время от времени я, конечно, не знаю особо бас, но видеоуроки на ютубе можно, например, найти. И по этим урокам я стараюсь что-то играть. И это достаточно успокаивает. Да. Ну, завораживает, наверное, больше. Я как человек, закончивший пять лет музыкальной школы, я фортепиано тоже. Да. Я занимался фортепиано. Я уверен, ты, если будешь играть на инструментах, у тебя по-любому все получится. Я уверен. Три вопроса просто на воображение, просто на мечтание, да? Просто помечтать. Вот у тебя есть машина времени. Что бы ты сделала бы, куда бы отправилась, не знаю, что ты посмотрела бы? На самом деле, вот даже если так все перебирать, то мне бы хотелось вернуться именно в ту эру, когда были динозавры. Потому что, я не знаю, вот у меня была дома еще, вот в детстве мне купили родители энциклопедию про динозавров. И мне тоже очень понравилась эта тема. И на самом деле хочется отправиться в прошлое и хотя бы укратко взглянуть, как там все выглядело, как было до того, как появилось сейчас. Вот. И еще бы хотелось попасть тоже в период, когда начали зарождаться только технологии. Мне интересно было бы узнать, как люди пришли к этому, какой у них был поэтапный, ну, как они строили эту лесенку. Как у них прошла эволюция. Да, потому что вот если смотреть сейчас на наш мир, у нас очень много всяких технологий. У нас уже и роботы, и интеллект искусственный. Это твой второй этаж, проходи. Да. Ого, стена памяти. Это герою какого-то Советского Союза, наверное, да? А, это в честь вашей школы назван, да? Панченко Дмитрия Ивановича. Панченко была названа наша в школу. Он также является моим прапрадедушкой. Ого. Пойдем дальше? Да, конечно, пошли. А вот и тот самый кабинет, о котором я рассказывала, это точка роста. Мы тут часто проводим время свободное, стараемся приходить сюда на переменах. Также у нас тут есть разные макеты. Чаще всего мы тут занимаемся на ОБЖ при попытках что-либо перевязать, оказание первой помощи. Также у нас тут много разных развивательных конструкторов, которые нацелены на развитие моторики детей. Также у нас есть уголок отдыха, где каждый ребенок может спокойно провести свое время, посидеть и даже можно чуть-чуть вздремнуть. Тут у нас время от времени ученики проводят турниры по шахматам и шашкам. Это у нас кабинеты технологии. Тот кабинет у нас оборудован под женские труды. А, это мальчики? Да, мужские. Там у нас разные станки есть. Также у нас тут столовая, оборудованные раковины, специально под малышей. Вот, все очень красиво оформлено, вырезано. Да, очень красиво. А кабинет технологии, там девочки? А я же готовят. А мальчики? Мальчики пилят. Пилят? Да. Очень даже хорошо. Спасибо тебе, Лилия, огромное. С тобой очень приятно общаться. Я успел поспать, пока ты рассказывала. Даже спросить ничего не успел. Очень хорошая у тебя школа. Спасибо, что все показала. Нашим зрителям было очень интересно. И вам спасибо, что поинтересовались нашим учебным заведением. Очень приятный собеседник вы. Было очень интересно с вами беседовать. Ну а с вами была программа «Поставь мне лайк». Я Керам, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok